Я просто рассмотрел один необычный случай онлайн ритейл фрода, который позволяет совершать мошеннические операции с краденых карточек в интернете и при этом остаться незамеченным. Банки и бизнес очень часто, естественно, думают о деньгах в первую очередь и о том, чтобы, а как бы нам сделать очень клево и интересно, и чтобы всем понравилось и все нами пользовались и мы были там в разы лучше конкурентов. При этом не нужно забывать про безопасность, потому что делая больше, интереснее, круче, новее, ты всегда открываешь какие-то новые возможности для мошенников и про это нужно думать и в общем с большой силой приходит большая ответственность, нужно про это не забывать. Этот доклад делаю для того, чтобы привлечь чуть больше внимания ко всей проблеме в целом и может быть больше активности со стороны участников этого платежного процесса. Есть какие-то положительные шаги и динамика видно однозначно, только люди начинают понимать риски и понимать, что, наверное, нужно, если есть год поспокойнее, то нужно воспользоваться этим для того, чтобы перегруппироваться, делать какие-то системы более безопасные, вместо того, чтобы ждать, когда у тебя на следующий год с горящими глазами и горящими руками тебя будут атаковать, а ты посередине будешь что-то пытаться править. Я отвечаю за Payment Village конкретно, а также за конкурсные программы. У нас есть, собственно, какие-то новые вещи, которые я пытался активно лоббировать и с друзьями и партнерами пытались сделать, например, бакхантинг. Это тоже набор докладов, где хакеры рассказывают про уязвимости, как искать уязвимости в публичных программах бакбаунти, как зарабатывать на этом деньги, тоже дают интересные советы и рекомендации. Также у нас есть партнеры, там, Азбука Вкуса, iSimple, Mail.ru, которые хорошо рекомендации и правила есть, но вот вам какой-то буст, вот там дополнительные деньги за, если вы в рамках ПХД найдете уязвимости, мы вам дадим дополнительную денежку и простимулируем, да, там, не только интересными задачами, но и финансово. Да, видно, прям, групповая такая активность. Если люди в одном зале собрались примерно с одной целью, и у них есть эта цель, есть какие-то инструменты и помощи стороны, прямо видно, что это выходит на абсолютно новый уровень. Субтитры сделал DimaTorzok